Сколько человек уже привито? Павлович, сейчас эта компания идет прививочная. Совхоз Емельина к этому никакого отношения не имеет. Это каждая... Вы сами-то прививались? А зачем? Я переболел. У меня этих антител, я могу там делиться со всеми. У меня их вначале после болезни было 900, по-моему. Сейчас 680, поэтому мне прививаться не нужно. А вот у людей, у каждого есть понимание, что он собирается делать со своим организмом. Хочет прививаться, прививается. Пускай не хочет прививаться, не прививается. Это личное дело человека. И мы не собираемся заставлять кого бы то ни было принимать какое-то решение. Но возможность такая есть. Я насколько-то видел, там в поликлинике висит прямое объявление. Поликлиника занимается очень интенсивно этим. Я вот знаю, что там у меня два зама привились. Они не болели и сделали прививки. Но еще раз, это личное добровольное дело каждого гражданина. Павел Николаевич, мы с вами в прошлый раз говорили о пристройке к новой школе. Что-то вам известно по поводу пристройки к старой сельской школе? Если бы вы про историю, то история была такой. Когда-то, лет 6 или 7 назад, мы написали главе, тогда главой Ленинского района был Кошман, письмо, что мы предлагаем дать нам разрешение на то, что мы запроектировали и пристроили в школу. Он не отреагировал, никаких разрешительных документов мы не получили. Потом уже при главе Хромове были выделены бюджетные средства, больше 200 миллионов, по-моему, на 10 миллионов на проектирование. Ну и эти деньги, так сказать, были, видно, израсходованы, наверное, но проекта не было. Мотив от того, что, я просто помню, это было совещание, которое проводил Добренково, там со стороны района участвовал, поскольку районный вопрос образования, это районный вопрос. Ну, значит, был Гаврилов некто такой, который приезжал сюда вместе с группой товарищей, которые занимались проектной подготовкой. Они считали, что проект сделать нельзя, потому что рядом находятся две вот эти вот стоянки. Охраняемые какие-то зоны? Ну, да, санитарная зона стоянки, это, по-моему, 50 метров. Ну, сейчас об этом вроде и речи нет. Вот, и мы говорили, что давайте, вы заберете эту стоянку, которая ближе к 17-му дому, тогда охранная зона с этой стороны пропадет, и мы, в свою очередь, выделим земельный участок, компенсируем эту стоянку, то есть для бюджета это ничего особенного не обойдется, хотя если вы даже о ней изымали, тоже это можно было бы совершенно спокойно сделать. Вот, и там можно было сделать пристройку, тем более деньги областные в программе были, и в бюджете были заложены. Ну, как обычно, районное руководство, чем они там занимались, я не знаю, в конце концов, деньги были из программы удалены, денег из области не пришло на это дело, ну, в общем, все это затихло. Деньги не освоили тогда, да? Ну, да. Ну, все, дорогу усилят идущие, если у тебя есть желание, то ты всегда можешь что-то сделать. Сейчас еще больше необходимости вот в том, чтобы были места в школе, сейчас-то есть перспективы, тем более… Давайте, что касается школы 548-й, где мы, собственники здания, то мы делаем все для того, чтобы получить разрешение строительства. Ну, и прошли этот огонь и воду, медные трубы никто не обещал. И в среду нам должны опять дать ответ, потому что загрузили все в министерство, теперь там электронный документ и оборот. Все требования мы исполнили, что они там нового придумают, я не знаю. Но я надеюсь, что в среду мы получим вот на следующей неделе разрешение на строительство. И это наша, скажем так, обязанность, потому что из-за земельный участок и здание принадлежит совхозу Ленина, поэтому мы будем там заказчиками и застройщиками. Что касается муниципальной власти, то в зависимости от ее адекватности, она же, скажем так, ее проконтролировать нельзя. Я вижу, как другие проекты двигаются. Вот, например, по Молоковской школе пристройка, которую, по-моему, с 15-го года никак не могут ввести в эксплуатацию. По первой школе я там очень часто был и много, и видел, как пристроили столовую, место для приготовления пищи, и в результате они не могли ввести в эксплуатацию, по-моему, 4 или 5 лет. Поэтому, если у чиновника задача что-то решить, то это один вопрос. Если бы просто украсть, а потом бог с ним, то это совершенно другой вопрос. Поэтому главы меняются один за другим, а ситуация не улучшается. Поэтому, честно, не могу ничего сказать. Вижу, что они, ну, по некоторым вещам, которые они делают, они неадекватны. Причем ты им говоришь путь, по которому надо пройти. Они даже не пользуются советами. Хотя совершенно спокойно. Там, кстати, вот этот земельный участок, о котором мы говорили, он частично уже муниципальный. Если взять кадастровую карту, видно, что забор стоит не так, как должен был, и уже часть земли уже точно муниципальный. — Со стороны футбольного поля? — Нет, со стороны семнадцатого дома. Там осталось совсем немного недостающую часть изъять, взблодить компенсацию, и после этого можно совершенно спокойно начинать строительство. — То есть такая возможность, в принципе, есть? — Ну, слушайте, возможность всегда есть. Если человек хочет, он ищет средства. Если не хочет, он начинает искать причину. Поэтому район тогда и сейчас ищет причину, чтобы ничего не делать. Ну, это же не наш путь. Ну, вот, бьемся. Продолжение следует...